Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью» и я ее ведущая Наталья Чемидова. С 19 по 24 июня в Кемерово проходило первенство России по самбо среди юношей и девушек. Спортсмены из Калмыкии, это Сумьян Гатцаев и Валерия Улюмджиева, завоевали призовые места. И сегодня Сумьян Валерия и старший тренер по самбо и дзюдо Республики Калмыкия, Санал Телеев, гости нашей передачи. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Ну что ж, начнем нашу беседу. Начнем, Сумьян, с тебя. Ты у нас победитель первенства России по самбо, у тебя первое место, золото. Расскажи о своих впечатлениях, о своих эмоциях. Какая была постановка? Постановка была хорошая, организация была хорошая в Кемерово. Было волнение, потому что это был важный старт для меня. Был отбор на первенство мира. Из-за этого было волнение, присутствовало. Эмоции были непередаваемые. Я был рад, когда узнал, что я выиграл. Сколько схваток ты прошел, чтобы достичь до первого места? Я сделал восемь схваток. Какие были соперники у тебя? С каких городов? Соперники все были достойные, не могу никого выделить. Борьба начиналась тяжело, потом собрался, сконцентрировался и начал бороться. А какая поддержка была с тобой? Кто ездил? Со мной ездил отец. В первую очередь меня поддерживали мои родственники, родители, друзья. Самая большая поддержка, которую я знал. Каково быть победителем? У тебя чувства гордости переполняли? Да, я очень был рад. Я осознал, что я выиграл первенство России. Валерия, теперь к тебе вопрос. Ты у нас серебряный призер первенства России по самбо. Расскажи свои впечатления, что тебе запомнилось. Как вообще прошло первенство для тебя? Для меня прошло первенство России нелегко прошло. Волновалось много. Расскажи о соперниках, о том, сколько их было, сколько схваток было. У меня было шесть схваток. Соперники были очень достойные. Приезжали из разных округов России. Например? Например, Владимирская область, Кемеровская область. Скажи, ты расстроилась из-за того, что немножко не дотянула до первого места? Ну, немного расстроилась. То, что не смогла выиграть первенство России. А с тобой кто был, кто поддерживал тебя? Со мной был мой тренер. Дома меня поддерживала семья, мои родственники. Кого бы хотела поблагодарить за то, что ты серебряный призер сегодня? Хочу поблагодарить своего тренера за то, что я стала серебряной призеркой первенства России. Спасибо. Ну, Санал Константинович, теперь вам вопросы. Скажите, как вы оцениваете способности своих воспитанников? Что можете вот сегодня сказать о них? Ну, способности воспитанников я оценивал высоко. Ну, в очередной раз они доказали свое мастерство на коврах не только нашего региона или округа, на России. И вот дальше Сумьяну предстоит это доказать на первенстве мира, который пройдет в Кипре. Ну, и в очередной раз наши дети доказывают, что они очень талантливые у нас в республике своими результатами. Что нужно было сделать для того, чтобы попасть на это первенство России по самбо среди? На первенство России нужно было пройти отборочные соревнования в республике. Потом мы ехали на первенство округа Южного Федерального, где нужно было занять призовое место, чтобы выехать на первенство России. А где проходили сборы? Отборы или как? Отбор проходил в городе Новороссийске в марте месяце. И теперь вот наши молодые люди куда теперь готовятся? Какая у них сейчас подготовка? Ну, Сумьян готовится сейчас на летнюю спартакеаду учащихся, которая будет проходить в городе Краснодаре с 14 по 17 июля. Лера готовится на первенство России по джидо, которое будет проходить в августе месяце в городе Армавире. Что Валерий, что Сумьян, они прошли сборную России, правильно я понимаю? Сумьян и Валерия попали в состав сборной России до 16 лет по самбо. Это очень такой большой результат, высокий результат и ежедневный труд. Скажите, как проходят тренировки вообще у них? Тренировки у нас проходят ежедневно, каждый день. Сумьян и Валерия на тренировках ежедневно доказывают свою конкурентоспособность, упорно тренируясь, не пропуская вообще безуужительные причины. Еще раз напомните, теперь будет первенство мира, да? Да, Сумьян попал, еще раз повторюсь, на первенство мира. Кипр, город Ларнак, который будет проходить в октябре месяце этого года. Можно сказать, что это такой небольшой промежуток остался, чтобы подготовиться? Да, промежуток небольшой. Время? Хватит ли время? Время, думаю, хватит. Личный тренер Санджа Буганович подготовит, думаю, достойно его. А где будет подготовка? Также здесь все будет проходить или будут тоже какие-то выезды? Выезды, да. Сейчас у нас небольшой этот, как сказать, перерыв, да, и уже, соответственно, план работы уже построен. Санал Константинович, а есть ли какая-то поддержка? Кто помогает вам в этих сборах, поездках, в этих первенствах? Да, хочу поблагодарить наше региональное министерство спорта в лице министра Батарева Костин Геннадьевича. Также хочу поблагодарить нашу школу, это «Эршор по борьбе» имени Балдышинова ТЛ, тоже в лице директора Балдышинова Олег Тулыч. Хочу поблагодарить нашу федерацию самбо, федерацию дзюдо Республики Калмыкия. Также наших родителей, которые оказали неоценимый вклад именно в выезде на это первенство России. Ну и весь тренерский штаб, который участвовал непосредственно в подготовке спортсменов нашего тренера, который у нас, Лиджих Сана Валерьевич. Можете рассказать о школе по самбо и дзюдо? Как дети ходят, интересуются ли много, как это сравнить с прошлыми годами? Ну, у нас, если сравнивать с прошлым годом, у нас идет все вверх. У нас вот в прошлом году уже победитель первенства мира до 18 лет Бадмай Варни был. И вот ребята не останавливаются на достигнутом, тоже они смотрят на него, на примеры есть. И вот сегодняшний результат – это, как сказать, итог. Наглядный пример. Наглядный пример, да. Сколько вот посещают секции детей? Примерно. Ну, где-то, да, около 500 человек у всех тренировок, если взять, занимаются самбо сегодня в республике. Но сегодня это в республике один из популярных видов спорта самбо. А вот есть еще по районам, да? У нас филиалы по районам есть в Яшелтинском районе, в Яшевском районе, поселок Аршан и недавно открылся в поселке Комсомольский. То есть интерес растет с каждым разом, да, и у вас увеличивается? Интерес, да, очень высокий к этому, ну, к этим видам спорта самбо дзюдо, если мы сейчас о них говорим. Дети идут, тренируются. Специально выделяется место, помещение, да? Да, помещение, место специально выделяется. Это еще раз спасибо нашему оригинальному министерству спорта. Сумьян, скажи, как ты пришел в спорт, почему выбрал именно самбо? Кто тебе привил любовь к этому виду спорта? Когда я был маленький, я был очень балованный. Я это заметила Эйджи, моя бабушка. Она решила меня отдать на самбо. И вот я оказался тут. В каком возрасте ты начал выходить? Шесть лет она меня отправила. Поначалу мне не нравилось, а потом самбо привила любовь к себе. Сколько еще у тебя было достижений, наград, кроме вот такого первенства, победителя? До этого первенства я выигрывал, тоже первенство России. Становился бронзовым призером. Это в каком году было? В 22-м году. Я стал и победителем, и призером. А как у тебя хватает ли времени уделять и на спорт, и учебу? Как ты совмещаешь? Где ты учишься? Я учусь в 12-й школе. Я думаю, у меня получается совмещать. Учусь я неплохо. В спорте у меня хорошо получается. А какие планы у тебя, кем ты хочешь стать, кем ты видишь себя в дальнейшем? Об этом я еще не задумывался. Вообще хочу продолжать тренироваться. Что можешь пожелать своим ровесникам, которые тоже мечтают стать на пьедестал почета? В первую очередь нужно тренироваться, не пропускать тренировки. Выкладываться. Это основа для начала. Сколько часов в день ты тренируешься? Когда сборы у нас, я тренируюсь по 5 часов. А когда обычный день, будний, школа, тренировки, я тренируюсь 3 часа. Два с половиной. Когда проходят сборы, это трудно больше тренироваться, чем обычно? Я бы не сказал, что прям трудно. В принципе, не так тяжело. Хорошо. Валерия, расскажи ты о том, как ты выбрала этот вид спорта и почему именно самбо? Я пошла на самбо в возрасте 6 лет. Меня привел мой папа. Ну и мне понравилось заниматься самбо. А еще, кроме самбо, ты чем-то занимаешься? Занимаюсь дзюдо, занимаюсь поясной борьбе. Поясная борьба немного. Расскажи, какие у тебя еще достижения по этим видам спорта? Недавно выиграла первенство Южного федерального округа по дзюдо. Первенство России по поясной борьбе выиграла. Ты можешь как-то выделить из этих трех, какой тебе больше нравится или подходит больше? Или где ты больше успеваешь? Все одинаково, все нравится. С тобой вот много девочек ходит? Ну, немного ходит девочек. Как ты успеваешь со школы? Со школы у меня... Нет проблем, да. В какую школу ты ходишь? Я учусь в Комыцкой национальной гимназии. Здорово. Ну, что пожелать можешь своим ровесникам, тем же девочкам, мальчикам, которые тоже занимаются спортом? Хочу пожелать, чтобы занимались спортом, хорошо учились, были здоровыми. Спасибо. Сына Константинович, ваше пожелание спортсменам, начинающим или... Ну, начинающим спортсменам, ну, или уже действующим спортсменам, я пожелаю, самое главное, это упорный труд, ежедневно доказывать на тренировке, трудиться, работать, и успех придется. На этом беседа подошла к концу. Я благодарю вас за участие в нашей программе и поздравляю вас с победой и желаю дальнейших успехов в спорте. Спасибо. Спасибо.